Один из главных карательных органов государства, агентство финансовой полиции, активизировалось после известия о задержании Мухтара Аблязова, чтобы показать, ни один политик Аблязов виновных у нынешнего режима. Борцы с экономической преступностью не забывают и о других бывших высокопоставленных лицах. Нынче их называют просто ОПГ. Наибольший ущерб государству и гражданам нанесли организованное преступное сообщество бывшего Акима Травской области Бергея Раскалиева и ОПГ Храпуновых, руководители и члены которых занимали должности в государственных органах. После этого следует лирическое отступление для прессы и, собственно, главная информация. Еще вопросы? Ну, если вам интересно, я бы хотел зачитать информацию, но это будет интересно. При расследовании уголовного дела по фактам хищения денежных средств акционерного общества БТА-банк следственной оперативной группы агентства финансовой полиции возбуждено еще восемь уголовных дел в отношении Облязова. На этот раз, по версии официальной Астаны, бизнесмен с другими бывшими руководителями БТА-банка причинил ущерб на сумму свыше 317 миллионов долларов. Как говорят финансовой полиции, выдавались заведомо безвозвратные кредиты офшорным компаниям. От разглашения деталей и подробностей представитель агентства воздержался. Сам Мухтар Аблязов в интервью телеканалу КАПлюс подробно рассказал, кто именно стоял у истоков новейшей истории БТА-банка. 23 февраля 2008 года в Москве Назарбаев мне озвучил свой ультиматум. Ультиматум он озвучал так. До 1 апреля 2008 года ты должен передать мне контроль банкам. Если ты не передашь, мы тебя арестуем, мы тебя посадим. Сегодня по сообщениям СМИ Мухтару Аблязову грозит до 13 лет тюрьмы в случае его экстрадиции в Казахстан. Правда, властям, судя по всему, придется изрядно потрудиться. Несмотря на запрос об экстрадиции между Астаной и Парижем, нет необходимого соглашения. Зато есть большой политический скандал, связанный с майским похищением жены и дочери Мухтара Аблязова.